Думаю, мало кто из любителей видеоигр не слышал о вормс или же червячках. Простая игрушка, где игроки делятся по командам, состоящие из червячков, и мерятся силами на игровом поле. Или, проще говоря, пытаются друг друга уничтожить. А особый шарм этому добавляет мультяшный стиль и множество забавных оружий. К примеру, овца, корова, старушка или святая граната. Не знаю, как за рубежом, но в России игра имела бешеный успех. Причем мы играли не только на ПК и консолях в нее, но и на кнопочных телефонах. Выглядели эти игры, конечно, несравнимо с оригиналом, но в школе, на переменке или пока ждешь друга, который собирается, ой, как долго, да Леша. Это была та вещь, которая убивала время и делала это хорошо. Таймкиллер моего детства, так сказать. Даже не знаю, что лучше, Gravity DeFight или Worms. Вопрос сложный, требует отдельного ролика. Когда-нибудь. Изначально, что надо понимать, игр в серии Worms, ну, очень много. И каждый из них, несмотря на геймплейные, сходство уникально по-своему. В том числе и стилем самих героев. К примеру, в самой первой части 1995 года они были вот такими. Согласитесь, не особо похоже на то, что мы привыкли видеть. Но это продлилось недолго. И уже со второго поколения червяки стали более мультяшными. Что, конечно, им пошло на пользу. И этого стандарта авторы придерживаются по сей день. Разве что стилистически немного их меняют, но не более. Только вот эксперименты у Team 17 разработчиков игры не всегда приводили к хорошему. Самый шумный и неоднозначный был тогда, когда авторы решили перевести привычный 2D стиль в 3D. И речь идет не просто о фонах, модельках и эффектах. Нет, а абсолютно новой игровой среде для серии. Что надо признать, игрокам не особо понравилось. Но надо отдать должное. Разрабы до последнего пытались доказать, что в Warms 3D имеет место быть. И выкатили целых три игры. А уже после этого вернулись назад к 2D. И в принципе выпускают по сей день. Мне аж стало интересно, что же это за 3D игры были. Думаю вам тоже. И давайте сегодня с этим и разберемся. А что касается других частей, ну думаю если этот ролик зайдет, то можно будет сделать как достать соседа. То есть несколько выпусков. Но там дальше посмотрим. В общем присаживайтесь поудобнее. Не забывайте нажимать кнопку подписки и лайк. Мы начинаем. Самая первая игра в 3D стиле была Warms 3D 2003 года. Вышедшая сразу после Warms Blast. Кстати говоря, будет правильнее сказать, что Warms впервые появилась 3D графика именно в этой игре. Правда лишь частично ее использование, но все-таки. Меня больше интересует, почему авторы решили отойти от типичного 2D, особенно после Warms 2 и клевых дополнений для него. Видимо желание идти в ногу со временем и просто рефлексией заставляющей делать что-то новое. А может они хотели сделать проект побольше, чтобы выйти на новый уровень и тем самым накупить два вагона пивка. Если вы не знали, в свое время на форумах шутили, что Team17 делают игры именно из-за того, что им не хватает денег на пивандрий. Но судя по Warms 3D, их план не удался. Управление стало сложнее в разы. В первую, но не в последнюю очередь из-за ветра. Если вы не знали, в серии Warms он всегда был. Только вот в 2D версиях располагался тот лишь в двух направлениях. И думаю очевидно, что этот ветер очень важен был для геймплея. При каком-то крутом выстреле или броске гранаты всегда приходилось его учитывать. В игре 2003 года, конечно, все это осталось, только стало в разы сложнее, потому что теперь у нас не два направления, а сразу... Да много. Из-за чего, переходя к примеру с Армагеддона в эту игру, появляются нормальные такие проблемы с адаптацией. Особенно, когда речь идет о базуке и гранатах. Конечно, можно в режиме обучения посидеть, пострелять, разобраться со всем этим, но мне кажется, на этого понадобится значительное количество времени. Хотя, с другой стороны, если вы любите Counter-Strike, то у меня есть хорошие новости. Дробовие, кузишка, это идеальное оружие, с которых можно делать даже вот такие флики. По крайней мере, их подобие. Да и в целом, перемещаться за червячка, ну, не то что проблематично и непривычно. Неприятно. Даже обыкновенные прыжки вызывают проблемы, потому что ты не чувствуешь героя. И это я еще молчу про камеру, которая очень-очень любит летать. А что по поводу анимации и вообще общего дизайна? Пестро, мультяшно, да и сами червяки стали живее. Что доставит игроку много положительных эмоций. Мелодия не оригинальная, конечно, но согласитесь, так мы сильней. Все старые оружия перенесены сюда. И как минимум в 3D пространстве посмотреть на них, ну, интересно. Только кроме этого, есть еще и примочки для перемещения. Лассо, ранец, балки. Как с этим-то тут обстоят дела? Эм, во-первых, очевидно, что в трехмерном пространстве все это использовать намного профитнее. Во-вторых, это использовать теперь сложнее из-за трехмерного пространства. Я уже объяснял, что червяк здесь не очень-то и ощущается для игрока. Поэтому играть через то же лассо, ну, не знаю. Да, вы не умрете, понятное дело, но времени потратите знатно. Поэтому нужно вновь приноравливаться, разбираться во всем этом, а уже потом играть. И прошу заметить, это не из-за того, что здесь какое-то тонкое управление со всякими фишками. Нет, это из-за того, что игра трахает тебя, и тебе приходится ворочаться, чтобы это было хотя бы удобно. Но все равно в игре имеется одна очень вкусная ложка меда. Это компания. Да, я знаю, что некоторые считают ее скучной, слишком уж серьезной, но... Мне все равно. Да и то, что здешние сюжетные миссии переполнены пасхалками, тоже пришлось по душе. Самые же интересные, на мой взгляд, это референсы на популярные фильмы. Например, на Кинг-Конга. Да даже есть миссия, где по сюжету проходит инсценировка запуска Аполлона 11. Это охрененно. Короче, если что и делать в этой игре, то проходить в компанию. А играть с друзьями, ну, для этого есть другая 3D-игра по червячкам, но о ней позднее. В любом случае, вы не услышите, потому что она будет в ролике. А пока мы идем дальше. Вормс Фордс. Андерс Эйдж. Какой же у меня классный английский. Ха-ха. Хреновый на самом деле. И предвкушаю половину комментов. Да, ее переделка была на мобилках. Так, что у нас здесь? На самом деле, почти тот же Вормс 3D. Но с новым взглядом на геймплей и тактику игры. Форд Андерс Эйдж добавили форты. И думаю, вы уже понимаете, что мы строим форты. Враги строят форты тоже. И нужно разрушить что? Вражеские форты. Хе-хе. Я, если что, это предложение написал специально для фортнайтеров, чтобы они услышали любимое слово и поставили лайк. Ну да, это так работает. Психология, шарите, да? В общем, концепция ясна. Казалось бы, все просто. К краскам добавляет то, что на башнях мы можем ставить оружие, которые без них попросту недоступны. Согласитесь, на словах это звучит не так уж и дурно. Такое прям неплохое дополнение. Но из-за этих фортов, к примеру, потерялась разрушаемость. Только здание можно ломать. Все. Думаю, не нужно объяснять, насколько это визуально давит игру. Да и уже существующие проблемы не пофиксили. То есть, перед нами не новая часть. Это просто DLC-шка для Вормса 3D. С достаточно прикольной компанией, которая связана с историей и мифологией. Египет, Восток, Греция, Средневековье. Это безусловно круто. Червячки все так же нас веселят. Своей нескончаемой буфонадой. Но главные-то проблемы игры все еще не решены. Но зато Вормс Фордс первая игра в серии, в которой можно одевать червяков. Но только шапки. Понимаете, даже это они сделали хреново. Я просто логику Team17 не могу понять. В 2003 году они выпускают Вормс 3D. Она получилась очень спорной. Логично было бы, если вы хотите развиваться дальше в 3D, пофиксить основные проблемы. Вы их не фиксите. Точнее, нет, пытаетесь фиксить. Но это вообще незаметно. Абсолютно. И на этом фоне делаете еще один эксперимент. Полностью меняете тактику и геймплей игры. Ну как полностью. Ставите ее через Форд и так далее. Но все равно это ощутимо. Или вы просто делали реально изначально DLC, но потом подумали, а почему бы не выпустить как целую игру. Но самое ироничное, что через год выходит Вормс 4 Майхи. Майхи, вы поняли уже, что у меня с английским. И эта игра реально неплоха. Но, к сожалению, после нее уже не будет 3D-червячков. А все потому, что за два года авторы умудрились устроить бунт против себя. По этой причине и вернулись к 2D. И скажу честно, очень жалко, что Вормс 4 Майхи не был первой 3D-игрой по червячкам. Тогда, возможно, их история сложилась бы немного иначе. Но просто сами посмотрите, основные проблемы с управлением были решены. Червячок хоть как-то ощущается. Да, камера все так же дает прозраться, но это несравнимо с тем, что было. Особенно меня радует, как работают гранаты здесь. Если Вормс 3D, чтобы их бросать или стрелять нормально с базуки, нужно быть как минимум гением, то тут у меня хоть что-то иногда выходило. Кстати, у моих друзей тоже. То есть игра стала чутка интуитивнее. И это не может не радовать. Но главная же фишка Вормс 4 Майхем заключается в том, что игра стала наголову веселее своих предшественников. Чего только стоят моменты, когда ты в упор целишься в червячка, а он начинает просить, чтобы ты этого не делал, показывать на другого, чтобы ты в другого стрелял, или вообще прятаться. Это же охрененно! Да и компания выглядит более поработанной. Как бы говоря, смесь Андерси Эйджа и Вормса 3D. Но при этом на максималках. Короче, шо юмор и шо качество повествования на уровне. А еще пасхалки. Даже они стали более душевными. Например, здесь мы увидим Делориан. По-моему, только уже за это можно игру восхвалять. Ну и, конечно же, в отличие от Форд Сандерси Эйдж, тут можно поменять полностью вид червячка. Да и его голос тоже. В общем, если вы хотите узнать, что такое Вормс 3D, и не разочароваться, а еще и повеселиться, то начинайте именно с этой игры. Ну или попробуйте ремастер, который в себе объединил и компанию Вормс 3D, что больше для галочки, и Вормс 4 Майнхейм. А если нет денег на него, а поиграть хочется с другом, то вот эти две вещи вам помогут. Но никому не рассказывайте. Знаете, я даже расстроен. Расстроен в том плане, что это единственные игры в трехмерном пространстве по червячкам. Да, я понимаю, почему многие не любят трехмерных червячков. Потому что это странно, непривычно. И давайте будем честны, если прям докапываться-докапываться, даже Майхэм, Майхэм, Майхэм будет, ну, такой себе игрой. Особенно если учитывать, что она вышла третьей. И от нее, конечно, ожидали чего-то большего. Но все-таки она показала, что у Вормс 3D самой по себе есть будущее. Надо просто развивать, делать, и все будет окей. Но навряд ли мы еще увидим трехмерных червячков. Именно вот в таком виде от третьего лица. Разве что какие-нибудь ремастеры а-ля Ultimate Майхэм. Майхэм. А, как сложно! Хотя еще не вечер. Все может произойти. Играйте в хорошие игры. А я поиграю в плохие. Удачи. Пока. Ебать.